Как вернуть к жизни северодонецкий азот решали сегодня лидеры профсоюзов и представители холдинга Остхэмс первым вице-премьером Степаном Кубевым. Предприятие прекратило работу в марте этого года, а зарплату работникам перестали платить в феврале. Долги только по оплате труда 160 миллионов гривен. Газ, без которого предприятие не может работать, а это почти 350 миллионов кубометров, арестован. Электричество отрезано. Если государство не поможет химикам, за бортом останется 4000 коллектив, жалуются сотрудники. А отечественная химотрасль постепенно скатится на дно. По 5-10, бывает 20 человек в день уходят, потому что они понимают, если не будет сейчас перспектива пуска, им надо где-то тоже свои семьи чем-то кормить. Нас остановили, никаких особых претензий никто к нам не предъявлял, но и мы не можем пуститься, потому что есть проблемы по аресту природного газа. По аресту счетов на предприятии. Газ, который отсудили, его никто не возвращает. Я еще не встиг выйти из Кабинета Министров. На рахунки предприятия уже впало 30 миллионов гривен, который будет сегодня зараховано до фонда оплаты работы, и люди отримают полностью зарплату за лютий месяц. Это транш от предприятия ОСХИМ. Кубев пообещал, что будут данные предложения всем, без вынятка профильным министрам и руководителям центральных органов, руководителям в регионах. И с тем, что было решено вопрос, первое, подключение к энергомереж, создать предложения для финансирования предприятия. Некоторым индивидуумам захотелось заработать на привозном аммиаке, на привозных удобрениях. С одной стороны, воюем с русскими, с другой стороны, вводим нулевые антидемпинговые пошлины. Ну, то есть, открываем границы. Защита должна быть введения... Я не буду говорить пошлины, я бы вводил сразу эмбарго на ввоз всех видов удобрений на территорию Украины. Напомню, нулевые пошлины на импортные минодобрения ввело правительство Яценюка. И сразу же в Украину стали массово ввозить более дешевую российскую продукцию, которая заняла почти 70% рынка. И это едва ли основная причина проблем на северодонецком азоте, который специализируется на производстве аммиачной селитры, карбамида, аммиака и азотной кислоты.